всем привет с вами витя сегодня мы будем на моем лице искать клеща угревую железницу я так понял что она живет почти на каждом человеке так что погнали облепим себя скотчем режем кусочками приклеим здесь ну какой красавчик уже это прям домашнее омоложение кожу стягивает морщинок не будет ничего не возьмем пробовать с этого участка мне уже неприятно со скотчем лицо стягивает вот здесь за эксперимент дурное делаю вот ближе к волосам даже чуть волосы зацепил и вот здесь возьмем здесь навряд ли здесь что-то получим потому что я сегодня обрелся и кожу обработал все вот такой вот красавчик через 10 минут встретимся посмотрим кого мы там нашли все 10 минут прошло сейчас будем скотч снимать с лица надеюсь мы увидим этих клещей вот такой вот образец непонятный получился видно на давай фокусируйся и не хочет фокусироваться камера в общем если увидим их это значит будет хорошо и в то же время будет плохо хорошо то что мы их увидим а плохо то что они живут на них вот так вот клеим на предметное стекло и вот таких вот препаратов у нас 6 штучек будет все погнали смотреть в общем вот у нас препаратов 8 штук получилось я думал 6 сейчас попробую сфокусировать надеюсь мы кого-то там найдем пошли смотреть первое что мы увидели это мертвого клеща без хвоста хорошо видны его лапки тут же нашел целого клеща но тоже мертвого хорошо видна его форма тела а это похоже на личинку но я не уверен не шевелится значит тоже мертвый клещ а вот тут меня ожидал сюрприз я нашел живого и резвого клеща немного расскажу про этих клещей демодекс угревая железница мелкий клещ обитающий в коже человека встречается почти у каждого человека обычно безвреден для хозяина однако при сильном поражении способен вызвать такое заболевание как демодекоз на человеке обитают две разновидности этих клещей демодекс филикола урум и демодекс бревис клещи демодекс могут жить и на различных видах животных в частности на собаках которые тоже болеют демодекозом но человек заразиться от животного не может так как те клещи относятся к другим разновидностям и не могут жить на человеке клещи демодекс считаются условно патогенами это означает что они могут обитать и на хуже здорового человека их присутствие не всегда приводит к развитию заболевания разные исследования указывают разную распространенность демодекс во всяком случае носители этих клещей являются не менее 50 людей некоторые исследователи называют цифру 97 процентов считается что среди детей и лиц молодого возраста носителей клещей демодекс меньше с возрастом количество носителей возрастает и пожилые люди практически все поражены этим клещом демодекс обитает сальных железах и волосяных фолликулах предпочитая лицо а самим частям тела более крупные клещи демодекс фолликулором чаще всего выбирают волосяные фолликулы ресницы бровей демодекс бровис предпочитает селиться в сальных железах крыльев носа носогубных складок и подбородка однако клещи могут встречаться и на других участках кожи в том числе на щеках шеи груди и спины клещ демодекс не виден невооруженным глазом особь демодекс фолликулором может достигать размером 0 5 миллиметров а демодекс бровис еще меньше не более 0 15 миллиметров клещ не любит света и наиболее активен в ночное время самая комфортная для него температура 30 40 градусов по цельсию поэтому клещи активизируются весенний ленин период спасибо что посмотрели видео не забывайте подписываться на канал и ставить лайки всем пока до новых роликов подписываться на канал и ставить лайки всем пока до новых встреч и